Добрый день, друзья! Еще в первом полете мне было интересно наблюдать простые примеры взаимодействия тел в невесомости. Эти взаимодействия обусловлены действиями сил и законов физики, которые мы изучаем в школе. Но гораздо проще их понять и запомнить, когда перед глазами есть наглядный пример. Поэтому я хочу поделиться с вами своими наблюдениями. Надеюсь, они вам будут также любопытны. Всем известно, что вода в невесомости, неограниченная каким-либо объемом, принимает форму шара. А как вы думаете, почему шара, а не куба или пирамиды? Это результат действия сил поверхностного натяжения. Давайте еще раз в этом с вами вместе убедимся. Итак, набираем воду. Итак, наша банка с водой. Смутили воду. Смотрим, что с ней происходит. Пока есть циркуляция движения вращательного, она сохраняет свое положение по всей длине банки. Обратите внимание, как будут работать силы поверхностного натяжения. Вода здесь у днища, и здесь у горлышка с обратной стороны. Итак, мы хотим изменить вязкость жидкости и посмотреть, как же будет она себя вести в этих новых условиях. Чтобы изменить... У нас нет другой жидкости с отличной вязкостью от вязкости воды, за исключением кисель. Давайте попробуем добавить киселя в нашу воду. Сначала нам надо его разбавить. Так как он сублимированный, мы его немного разбавим водой. Итак, наш кисель в той же самой емкости. Естественно, вязкость киселя гораздо выше. Что мы с вами наблюдаем? Не спешит, в отличие от воды, разбегаться к углам нашей посуды. Но, тем не менее, процесс также идет. Оставим банку здесь на время и вернемся к ней, скажем, через полчаса. Итак, друзья, полчаса позади. Давайте посмотрим, что же с нашим киселем. Итак, несмотря на его значительно более высокую вязкость, вы видите, тем не менее, процесс налицо. Силы поверхностного натяжения по-прежнему сгоняют часть жидкости к одному углу посуды. И также ко второму. Давайте вернемся к нашей таре экспериментальной. Завтра с утра. Посмотрим, что будет. Итак, прошло примерно 12 часов с момента, когда мы провели свой микроэксперимент. Что мы имеем на сегодняшний момент? Итак, наша экспериментальная жидкость под названием кисель, так же, как и вода, переместилась большим своим объемом к краям сосуда. К тем местам, где есть изгиб плоскости. То есть, влияние сил поверхностного натяжения так же работает, как и с водой. Но процесс гораздо сильно затянут во времени. И тем не менее, мы с вами видим, что в отличие от воды, в центральной части сосуда так же есть небольшое количество жидкости. Чем вязкость жидкости больше, тем менее выражено влияние сил поверхностного натяжения. Итак, мы с вами посмотрели, как распределяется жидкость, как работают силы поверхностного натяжения в невесомости. В общем-то, так же, как и на земле, просто здесь это лучше видно, наглядней. И, как вы помните, мы с вами использовали кисель, который распределился к днищу и к крышке банки. Мне жалко ее выкинуть, надо же его как-то выпить. И тут нам с вами придет, вернее, мне придет на помощь центробежная сила. И сначала я немножко повращаюсь. Дам ему собраться к днищу. И пока весь кисель ушел к днищу, я спокойно открою крышку. Возьму специальную трубочку и попью свой вчерашний вкусный кисель. Давайте рассмотрим еще один наглядный пример. Обратите внимание, наш шар с чаем имеет собственное вращение вокруг своей оси. Сейчас, когда все переходные процессы стабилизировались и есть постоянная скорость вращения, наша капля жидкости имеет полноценную форму шара. И весь воздух, который есть внутри, собрался вокруг, на оси вращения. Это очень хорошо видно сейчас. Это не что иное, как центробежная сила. Жидкость тяжелее воздуха, поэтому она в процессе вращения под действием центробежной силы уходит на периферию. А воздух, так как он является более легким, сохраняет свое положение ближе к оси вращения. Уверен, что вы помните из школьного курса физики, что сила притяжения нашей планеты практически неизменна, как на ее поверхности, так и здесь, на орбите высотой 400 километров. Ускорение свободного падения здесь практически такое же, как и на Земле. Вы можете это проверить сами, приравняв в правой части уравнений второго закона Ньютона и закона всемирного тяготения. Это значит, что любой объект, не вращающийся по орбите, а просто поднятый на высоту, например, нашей орбиты, как только его отпустить, моментально устремится вниз. Таким образом, мы остаемся на орбите только благодаря своему круговому движению, точнее, центробежной силе, которая возникает при таком движении. И летим мы по орбите с первой космической скоростью. Это та скорость вращения вокруг Земли, при которой создается достаточная центробежная сила, чтобы противодействовать силе притяжения Земли. Любопытно, что первая космическая скорость на разной высоте орбиты будет разная. Так как мы летим на высоте около 400 километров, и чтобы не упасть на Землю, наша скорость должна быть почти 8 километров в секунду. А на высоте 36 тысяч километров первая космическая скорость в половину меньше. Как думаете, почему? Правильно, потому что центробежная сила зависит не только от линейной скорости, но и от радиуса орбиты. Чем больше радиус орбиты, тем меньшая скорость обеспечивает создание той же центробежной силы. Итак, чем выше орбита, тем меньше линейная скорость, с которой должен двигаться космический аппарат, чтобы оставаться на этой орбите. При этом угловая скорость вращения по мере увеличения высоты орбиты уменьшается, так как уменьшается потребная линейная скорость движения по орбите. И на определенной высоте угловая скорость движения космического аппарата сравнивается с угловой скоростью вращения Земли вокруг своей оси. Космический аппарат как будто зависает над одной точкой планеты. Такая орбита называется геостационарной. Ее высота составляет 36 600 километров. Именно это свойство широко используется в наших технологиях сегодня. Космические спутники связи и навигации позиционируются как раз на геостационарных орбитах, что позволяет им иметь широкую и постоянную площадь покрытия по поверхности Земли. Здесь, в нашем космическом доме, невозможно поставить один объект на поверхность другого. Нет силы, которая бы могла удерживать его. Поэтому на своем столе мы используем липкую ленту. Но если мы заставим тело двигаться по кругу, то центробежная сила опять придет к нам на помощь. Любопытно, что космический аппарат, выведенный на орбиту, тормозится очень медленно вследствие большого разрежения за бортом. Так и наш подшипник, движущийся по кругу, тормозится очень медленно и будет вращаться несколько часов, так как сила трения крайне мала. Центробежная сила на сегодняшний день единственный способ противостоять гравитационным силам. Поэтому даже в фантастических фильмах космические корабли имеют модули, вращающиеся вокруг главной оси корабля на большом радиусе, для того, чтобы создать центробежную силу, аналог силы протяжения родной Земли в данном случае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!